Сатпрэм. Я иногда буду селиться сатпрэм, аж с Рива Робинда. Мать была окружена ордой искателей духовности. Ордой искателей духовности. Духовности в кавычках, конечно. Ибо пионеру нового вида приходится бороться с лучшим, что есть в старом виде. Лучше – это препятствие, ловушка, не дающая выбраться из старого, разукрашенного болота. Про плохое понятно, что это плохо. А потом мы замечаем, что лучше – лишь красивая личина плохого. Тот же зверь, который, защищаясь, выпускает когти, прикрываясь святостью. Потрясающие слова. Орда искателей духовности. И эти люди считают себя лучшими представителями человечества, поскольку они ищут чего-то духовного. Это как раз люди, которые не хотят ничего делать. Они уже считают себя состоявшими, где бы погреться у того огонька, которому они, как это было где-то в древности, как идолопоклонники будут поклоняться и быть там, у этого очага, греться, ничего не делать и вроде бы расти в эволюционном плане. Это люди, мать их называет лучшими из старого, это люди, которые вроде бы надели маску духовности, приличествующую маску. Они честные, они добрые, они милоседные, они моральные. Но на самом деле это установки, это стереотипы, это некая, будем говорить, психологическая догма, которую приняли люди, и вот как Запад сейчас пытается это насадить. И они думают, что это как раз то, что в конечном счете должно и определять духовность. На самом деле, если не открыли вы свои истинные сущности, если вы не соединились с нисходящей божественной силой, если вы психологически не расстались в прошлом, и если вы в конечном счете не живете изнутри, живете какими-то установками, то вы ничего не сделали. Вы действительно лучший продукт старого. Вы продукт Ветхого Завета, будем так говорить. Не все, конечно, те, кто считает себя духовно состоявшимся, живут в Ветхозаветных заповедях. Есть такие люди, безусловно. И сейчас церковь тоже ориентирует людей, ну и призывает, ну и справедливо призывает. Наверное, это тот самый вариант, который в массовом масштабе все как-то способен какой-то, так сказать, порядок навести в человеческом сообществе. Наверное, так, да? И вот мать говорит, что там в Ашраме-то, в общем-то, лучшие представители старого, искатели духовности, которые считают, что они уже состоялись в духовности какой-то. Либо люди куда-то далеко уходят в прошлое, далеко уходят в прошлое. Что такое идти в прошлое? Ну, выбрали для себя там какой-то путь, вот, егический, там, тантрический, какой-то восточный вариант духовной работы. Вот то, что было в поисковом варианте в человечестве когда-то рождено, как поиск, как поиск. И люди считают, что вот выбрав для себя это, а там есть вещи удобные для человека, прямо надо сказать, они удобные, человеку нравятся. Там гоняют энергии какие-то по телу, там какие-то вспышки происходят, эти самые озарения. То есть человек думает, что жизнь должна постоянно состоять из каких-то вот таких опытов с яркими проявлениями каких-то феноменов. Феномены очень просто вызвать, существует много всяких методов, они в древности более известны, для того, чтобы человеку морочить голову, и он постоянно-постоянно бы искал все проявления этих феноменов. Наша задача совершенно другая. Вот не феноменальная жизнь, а феномен рождения нового человека, вот, в результате правильной работы, вот, о чем мы говорим. Не ловить феномена какие-то, а феноменально измениться, стать другими, принципиально другими. Поистине поклонение – наилучший способ погубить человека. Оно тяжёлым грузом ложится на предмет поклонения, и, кроме того, даёт некоторое право собственности на него. Да, поклонение люди преуспели, поклоняясь Христу, поклоняясь выбранным, там, идолам языческим, поклоняясь теперь деньгам, интеллекту, там, ещё чему-то, сексу, я не знаю, выбирают для себя объект поклонения. А если человек распространяет, так сказать, вот то, что мило, вот, их сердце и душе, то они этого человека обожествляют, боготворят, говорят, вот, что он их кумир и прочее, прочее. Это наилучший способ действительно погубить человека. Если человек стал идолопоклонником, если он привязан к чему-то, если он не свободен, мы говорим о абсолютной свободе, мы должны быть связаны, в конце концов, только с нисходящей силой. Вот всё, с чем мы должны связаны. Мы ей не поклоняемся, она в нас, мы ею живём, мы становимся ею. Она не объект поклонения, вот об этом надо помнить. А то, что является объектом поклонения, ну, это всё незрелость, незрелость сознания, ленность человеческая и глупость, честно говоря, во многих случаях это просто глупость. И мать говорит дальше, зачем вам поклоняться, надо стать, надо измениться, надо стать. Вы занимаетесь поклонением только потому, что вам лень становиться самим. Ну, лень что-то делать, лень работать, лень менять свою жизнь, меняться коренным образом. Понятно, что таких ленивых людей, ну, их, наверное, миллиарды на планете. И всегда небольшое количество людей, которые будут неудовлетворены тем, что им преподносит идолы, что им преподносит вчерашний день, что им преподносит церкви, что им преподносит там ещё кто-то. Это замечательно. Вот тот небольшой процент людей, он всегда должен, в принципе, оставаться небольшим, но по мере роста численности населения, да, численности населения, и число людей, которые составляют этот процент, тоже будет увеличиваться. Надо, наверное, понимать. То в древности эти люди были, ну, единицы, наверное, ну, попозже, может быть, десятки, сотни, а сейчас есть возможность всё-таки получить и более обильный духовный плод. Смотрите, сколько же, там почти 7 миллиардов сейчас населения Земли, да, значит, вот этот процент, там 3-5 процентов, он, безусловно, увеличивается, то есть потенциально духовных делателей сейчас больше, значительно. Они должны получить выход, знать, что делать. На сегодня вообще никаких тайн, что касается эволюционной трансформации, духовной трансформации, нет. Вообще время не говорить притчами, не говорить мифами, это уже всё ушло. Не представлять всё это в каком-то затуманенном свете. Есть вполне конкретные вещи, которые сегодня-сегодня реально нам сделать. Мать, наш враг, наше собственное представление о божественном и о духовной жизни. То есть каждый человек, наверное, имеет и носит в себе вот этого заклятого врага. Он имеет определённое представление о божественном и о духовной жизни. Вот какой она должна быть. Не открывает в себе вот то, что можно назвать жизнью духовной, а имеет некое представление. И по своим вкусам, по своему представлению выбирает для себя там кумира, какую-нибудь там систему делания там чего-то. Понятно, да? Вот самый главный враг. Наше представление о том, что есть духовное и что такое божественное. У всех, безусловно, представления разные, но те, кто имеет действительно живую душу, в конце концов, эти разные представления, они в поиске, если человек находится, вот эти разные представления на опыте отпадают. Вот одно отпало, другое третье, а в конце концов он приходит к главному. Не надо никогда отчаиваться по поводу того, что где-то там побывали, что-то там поделали, может быть, не так поделали. Ну, бывает, да, такое, там, повредились или не повредились. Если нашли главное, начинать всё сначала, а то, что наработано было когда-то, может быть, даже каким-то, так сказать, для вас неисповедимым путём делали не то, а что-то то уже проявилось, в части вот энергетические, то обязательно это очень скоро, очень быстро даст о себе знать, как положительное. Ну и будет сложности, безусловно, связанные с каким-то, может быть, деформацией изначальными. Не надо об этом, так сказать, как бы, особо печалиться, а работать, работать, работать. Данное мне в духовном опыте, говорит мать, открытие иллюзованности материальной жизни стало для меня счастливым и сказочно прекрасным. Это был один из самых прекрасных опытов в моей жизни. Но теперь иллюзия оказывается целая духовная система, в которой мы жили. То есть мать идёт дальше. То есть момент духовного рождения, вот она говорит, что мне в духовном опыте открытие иллюзованности материальной жизни стало для меня счастливым. Вот момент духовного рождения, иллюзованность вот той самой жизни материальной, которой живёт большинство людей, которые жил ты, она действительно становится очевидной. То есть психологически, обретя бессмертие, расставшись с прошлым, с психологическим, ты в какой-то момент понимаешь, что вокруг всё то, чем живут люди в этом материальном мире, это иллюзия. Но мать идёт дальше. Когда начинает в телесном сознании работа нисходящая эволюционная сила, нисходящая эволюционная энергия, и нарабатываются принципиально новые структуры, которые взаимодействуют с этой реальностью, то все представления о той самой иллюзованности этого мира, которая открылась в момент духовного рождения, тоже коренным образом меняются. То есть, наверное, где-то раза три или четыре в течение жизни, если мы следуем истинно искренним путём сознательной духовной эволюции, меняются наши представления об этом мире, о людях, о самом себе. Если с какого-то момента, допустим, в какой-то момент люди казались все такими вот нехорошими, злыми, агрессивными, это обычно бывает тогда, когда ты такой же, да? Ну, ясно. То в момент духовного рождения они кажутся все совершенно идеальными ангелами и вообще чудом каким-то. Но потом, спустя какое-то время, опять начинает нечто индивидуальное, эгоистическое в тебе говорить, вот я не такой, вот они вот такие-сякие, как бы им вот там стать получше, да? Какой-то вот период есть, ну, такого, будем говорить, эгоистического отношения к людям, чувство собственного превосходства некоторого, да? А потом, когда нарабатывается новая структура, тонкоматериальная, ты начинаешь ощущать своё родство с людьми уже на уровне, там, самом глубинном. И ты понимаешь, что все люди одинаковы, одинаковы в своей сути, но в проявлениях они слишком разнятся, поскольку деформированы вот этой своей эгоистической жизнью, своим, так сказать, отрывом, своей изоляцией от всеобщего. Понимаете, вот такая интересная вещь появляется. Поняли этапность? Вот. Я хороший, все люди плохие, потом все люди чудесные, замечательные, я чудесный, замечательный, потом я замечательный, но я хочу сделать людей этих самых тоже замечательными, они меня не принимают, я им в какой-то момент сострадаю, в какой-то период, а потом они действительно опять становятся для тебя не совсем приемлемыми, приятными. А потом вдруг ты где-то в самой сокровенной глубине понимаешь, что ты часть этого человечества, и совершенно другое представление о мире, о людях. Понимаете, вот это не просто психология, это не просто какие-то психологические там заморочки, да? Вот сейчас я вот так чувствую, потом вот у меня изменилось состояние, вот так чувствую, нет. Это органические, органические в тебе присутствуют, изменения эти происходят. И когда раньше я, допустим, удивлялся откровением статусов, которые говорят, да любого человека, самого последнего убийцы, я его понимаю, я его люблю, он мне мил и близок. Ну как же так, ну все-таки, да? А потом со временем начинаешь понимать, что и Чубайс тебе мил, которого все ругали, там, как-то, знаете, ну, обычно там, жупелом вот таким размахивали. Есть, конечно, в природе определенные вывихи, да, патологические. Но это вопрос, опять-таки, беды человека, но никак не такой ярости, мщения к нему. Это беда, это беда, которая, ну, как исключение способна, я по себе знаю, на определенном этапе пути постигнуть каждого. Ну, пути, я имею в виду жизни, каждого. Так что от тюрьмы, от суммы не зарекайтесь. Вот это вот тоже сказано, мудро было сказано. Поэтому вот со временем, со временем, действительно, с наработками глубинными, меняется, ну, поменьше мерить раза три твое отношение вот к людям, к окружающему миру, к бытию, к истории. Мать замечательно сказала, теперь иллюзия оказывается целая духовная система, в которой мы жили. То есть она долго жила в некой духовной системе, вот под крылом Шриоробинда, там, попав к нему, да, это была целая духовная система, устоявшаяся, они вроде бы были рады и счастливы, и потом вдруг ей пришлось всё это ломать, когда все те же самые ашрамиты стали бездельниками и людьми, которые действительно не хотят ничего делать, а иждивенничают. Не потому, что она к ним плохо относилась, она видит, она увидела, что вот та духовная система, которая была ими же выстроена, ей же выстроена, она не работает уже. Это застой. Нужен взрыв. Сатпрэм. Старому миру нужна была новая, позолоченная и недоставляющая хлопот церковь. Речь идёт о башраме. Это тоже как церковь, он называет это церковью. Что вокруг Шриоробинда выстраивалось, это, в общем-то, некая церковь образовалась. Удобная, позолоченная, недоставляющая хлопот. Вот поклоняться, приходить, где-то помедитировать в определённое время, покушать то, что можно кушать, осветить пищу какими-то заклинаниями, поиграть в теннис, заняться физкультурой. Это тоже было достаточно хорошо поставлено в Ашраме. Вот такие физические упражнения. И всё это, в общем-то, как-то застоявшись, перестало иметь какой-то духовный смысл. И вот дальше он продолжает. Мать, как и Ашрам, Ауровиль, Шриоробинда и всё остальное, встало собственностью учеников. А новому миру грозит незаметное превращение в новую церковь. То есть, Шриоробинда, Ауровиль, Ашрам, мать, иконы. И толпы, толпы людей стекаются туда. Ну, сейчас, может, уже не толпы, не знаю. Для того, чтобы прикоснуться к этому, сказать, ох, как там чудесно, ох, как там замечательно, ох, там как всё. Опять это вот, духовное болото. Духовное болото страшно чем? Потому что оно незаметно. Лучше болото обычное, жизненное, где ты там нахлебаешься, дерьма простить, и поймёшь, что вот всё, закончено. А вот в духовном болоте можно вообще стоять, свисти, там, плесневеть, и не заметить, как это всё происходит. Самое опасное – это духовное болото. Ясно, на чём идёт? То есть, опасное, очень опасное. И вот мать, Сат-Прем, это прекрасно понимали. Потрясающе совершенно. Потому что новое видение, новое сознание появилось с наработкой тонкой структуры новой у матери. Обнажились все язвы вот той псевдодуховности, псевдорелигиозности, которая какое-то время убаюкивала находящихся там людей. И её, в частности, так я понимаю. Жалость, говорит мать, переполнена чувством собственного превосходства. Её должно вытеснить полное понимание. Ну, жалость – это витальное чувство, наверное. Когда мы кого-то жалеем, вот наша витальная там чуть не плачет, да, но мы чувствуем, что мы-то вот как бы посильнее, они вот бедные и несчастные. Правда, мы не менее несчастные. Но вот в этой ситуации мы чувствуем себя гораздо более, так сказать, ну, возвышенно, да. А вот понимание, понимание, вот почему человеку плохо, почему человек болен, почему он страдает, знание и понимание – это великая вещь. Только тогда ты можешь дать человеку нужный совет. Не просто пожалеть, погладить по голове. Он счастлив, там слёзы полились, и вот вы вместе вошли в какую-то витальную связь, и он будет постоянно требовать от вас вот этой подпитки. Помочь вы ему ничем не можете. Жалость – это отнюдь не сострадание. Сострадание всегда определяет не твоё превосходство, а возможность помочь человеку, если ему можно помочь. Причём годными средствами, не какими-то там вот негодными средствами, как бы облегчить страдание. То есть кардинально-кардинально, допустим, посоветовать человеку пересмотреть свою жизнь и дать этот рецепт, не навязывая. То есть жалость и понимание, сострадательное понимание – совершенно разные вещи. У нас много вот жалеющих, да, милоседных таких, которые, в общем-то, зачастую вредят человеку, вредят человеку вот эти вот какие-то крохи такие витальные, подавая ему, делая подачку, человек начинает искать, где бы ему ещё такие подаяния сострадательные получить, да? Это неведно, отнюдь неведно. Это не значит, что вы должны быть жестокими. Напротив, у вас совершенно-совершенно, так сказать, меняется представление о милоседии. Оно отнюдь невитальное представление, совершенно другого качества.